Сегодня исполняется ровно 25 лет с того дня, как Туву посетил его святейшество Далай-Лама XIV. Его визит длился три дня. Три дня в Туве. Именно так называется открывшаяся фотовыставка, посвященная историческому событию в жизни республики, связанная с духовным лидером буддистов. В стенах Национального музея Тувы собрались непосредственные участники тех знаменательных дней осени 92-го года, которые, несмотря на то, что прошло четверть века, рассказывали и восстанавливали хронологию событий, когда впервые на Тувинскую землю вступил его святейшество Далай-Лама XIV, лауреат Нобелевской премии и известный борец за мир во всем мире. Фотографии на стендах отражают всю атмосферу тех дней даже лучше, чем официальная хроника. Хотел бы сказать, что вот эта выставка посвящена именно визиту его святейшества и приводятся фотографии того времени. И среди них наиболее, на мой взгляд, интересны это там, где перед Домом правительства и между театром, и перед зданием парламента собралось, наверное, более 10 тысяч человек одновременно. Чего в Тувине никогда до этого не было, но и я после этого тоже столько людей не видел. Лица у людей какие были, одухотворенные, с надеждой смотрели на его святейшество. И с этого времени прошло 25 лет, и я считаю, что они не прошли даром то, что говорил, учил нас тогда его святейшество. Самое главное – ценить самого себя, видеть свое будущее и уважать друг друга. Вот эти три основные мысли, которые он дал в своем учении, мы сегодня им живем. Каждый год 19 сентября отмечается необычный праздник – день рождения дружелюбного электронного символа – смайлика, то есть улыбки. Этот символ заменяет то, чего недостает в общении посредством чата или электронной почты, интонацию голоса и мимику. Смайлики помогают лучше понять собеседника, уловить его настроение и вызывают положительные эмоции. В этот день активисты молодежного движения «Доброе сердце» Тувы вышли на площадь Арбата столицы, чтобы раздать прохожим бумажные смайлики. Эти смайлики сделаны руками из детей, из Центра социальной помощи, имея детям города Козыла, силами активистов «Доброе сердце» Тувы. Целью акции является о том, что напомнить сегодня горожанам и гостям республики о том, что сегодня день смайлика, и надо тоже отмечать. И это тоже такое яркое мероприятие, событие в России, не только в России, но и во всем мире отмечается. День рождения электронного символа также сегодня стало поводом для награждения победителей регионального конкурса на создание коллекции брендированных стикеров веселой тувинской картинки. «Самое главное, чтобы участник нарисовал перечень эмоций таким образом, чтобы это было связано с тувой. Это могло бы быть, например, изображение чабана, это может быть изображение старой веры, или межнациональной дружбы. И наборы эмоций, которые, допустим, дети выражают. Это тоже важно было. Также важно было отразить некое, нечто привлекательное, обозначающее, что это именно тувинское. И жюри решал на основании нескольких критериев. Это художественная составляющая, идея, проработанность деталей и так далее. Всего на конкурс поступило 26 рисованных коллекций изображений, как в бумажном, так и в электронном виде, от 25 участников. Из всех присланных изображений составом жюри были отобраны 9 лучших. Конкурс принес большие плоды. Он показал уровень молодых художников, которых среди участников было подавляющее большинство. Много работ прислали дети. Одной из юных конкурсантов стала 10-летняя Улана Уржек. Девочка на суть жюри прислала 13 рисунков. Я нарисовала про орла и девочку и мальчика тувинца. Я нарисовала то, что мне пришло в голову первым. Это про того, как приветствуется орел там. По положению, организатор конкурса, это Министерство культуры Тувы, оставляет за собой право использовать предоставленные стикеры в целях популяризации бренда ТВА в сети интернет. Однако ответственность за соблюдение авторских прав работ несет участник, приславший от своей работы на конкурс. Все победители были поощрены ценными призами. Продолжение следует...